Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе продолжает цикл фильмов, которые больше всего рассчитаны на начинающих вязальщиков, поэтому по вашей просьбе сегодня мы изготовим практически из двух перьев хороший уловистый стример, который средний между мокрой мушкой и стримером. Значит, крючок я взял, чтобы вам было понятно. Вот этой фирмы, номер 6, изначально для того, чтобы отсеять мелкого окуня. Огрузил свинцом, который слегка прокатал, чтобы была вот такая конусность в огрузке, и одел декоративную, обыкновенную пластмассовую бусинку по диаметру. Нить я беру достаточно толстую, но крепкую, ну, учитывая, конечно, соизмеримо нашему стримеру. Порядка 6.0. Теперь нам необходимо закрепить нашу нить. Стараемся так, чтобы аккуратненько не проваливались между витками свинца наша проволока, доведем ее до начала загиба. Я уже немножечко промазал свинец клеем, так что проматывать нам нет необходимости. Так как вы просили, мы рассмотрим тоже часть инструментов. Значит, вот я взял два обыкновенных вот таких перышка курицы. Можно взять, если у вас имеется в наборе из петушиного скальпа. Можно взять, будем говорить, из охотничьего фазана. Вот такие перышки. Любые, которые есть, пуховая часть, мы ее сейчас будем с вами использовать. Значит, так же, как и во всех вариантах, которые мы изготавливали стример, нам необходимо изготовить хвостик. Я беру просто вот такое вот обыкновенное перо, которое, как я его называю, из подушки. И мы с вами стараемся не нарушить вот тот природный изгиб, который имеется в наших перьев. Мы уже похожий стример изготавливали. Но сегодня изготовим еще проще. Значит, длина хвостика должна равняться длине тела. Или чуть-чуть больше. Перехватываем пальцами точку крепления. И стараемся так, чтобы мы не нарушили тот изгиб, который мы задаем. Буквально подхватили. Теперь подравниваем окончательно наше перо. И уже удерживая за хвостик, буквально паром витков пройдем до окончания загиба. Вот такого количества нам будет достаточно пера. Чтобы мы 10 раз по одному и тому же месту не проматывали. Значит, я беру, промазываю слегка клеем. Так как весь материал желательно, чтобы был очень крепким и хорошо держался на нашем крючке. Для сегментирования я буду использовать леску. Можно использовать проволоку. Можно использовать практически любой материал, который люрексы. Все-все-все, что мы можем себе, допустим, подобрать по тем материалам, которые у нас имеются. Главное, чтобы тело было достаточно крепким. И, ну, и скажу сразу, чтобы оно выдерживало хотя бы до десятка поклевок нашей хищной рыбы. Ну, в частности, допустим, оптимальным вариантом является использование вот такого очень крепкого люрекса, который был в елочном украшении. Закрепим буквально пара виточков. Раз, два. И теперь я наклоняю вот так перо. И, как вы видите, большими вот такими витками косыми стараюсь подхватить сперва весь материал. Почти до окончания нашего свинца. Как вы заметили, свинец я не доматывал до шарика для того, чтобы при изготовлении и креплении других материалов у нас не было здесь нагромождения. Поэтому я оставил. Вот в таком варианте у нас будет вполне достаточно для того, чтобы мы могли закрепить весь материал. И теперь потихонечку возвращаемся обратно. Подхватываем уже окончательно наш материал. В качестве украшающего элемента нам желательно с вами добавить вот такую щепоточку. Я подготовил. Это кристалл флэш. Очень мелкая. Мелкий-мелкий крюченый люрекс. Значит, мы его должны сосредоточить в хвостике. 5-6 прядей нам будет вполне достаточно. Учитывая то, что мы не используем здесь мех, а используем только лишь само перо, за счет этого у нас наш люрекс не будет закручиваться. То есть, вполне достаточно будет для того, чтобы был привлекающий элемент для нашего стримера. Остатки удаляем. Они нам уже не нужны. Переходим к следующему очень важному моменту. Неоднократно при изготовлении всевозможных мушек мы сталкивались с тем, что нам необходимо, допустим, вот как я подготовил такое перо, и необходимо взять нам вот эту опушку. Значит, есть вариантов несколько. Можно использовать вот такую прищепку, которая продается в интернете. Подхватить вот так наше перышко, обрезать, вставить в нить и потом закрутить это тело. Я раньше, да и сейчас иногда использую вот свои вот такие вот приспособления, как вы видите. Они имеют у меня немножко разную ширину. Но весь смысл в чем? В том, что прорезаны до конца и с этой стороны приклеена у меня картонка для того, чтобы у меня не разъезжалась моя конструкция. Теперь нам с вами необходимо вот из этих двух перышек, которые у нас имеются, нашу пуховую часть загрузить в расщепленную нашу нить. Давайте это изготовим. Не изготавливайте очень длинную, порядка 10-12 сантиметров будет вполне достаточно для того, чтобы мы с вами изготовили все наше тело. Давайте изготовим. Вот как вы видите, мы с вами вот так в расщепленную нить загрузили то количество, которое нам необходимо. И теперь остается только лишь прокрутить хорошо, чтобы образовалась вот такая у нас дабинговая веревочка. Так, стараемся хорошо, чтобы материал закрепился. Как вы видите, вырвать его немножко затруднительно. Он достаточно крепко находится у нас в нашей нитке. И аккуратненько, теперь уже виточек в виточку, стараемся те волоски, которые попадают, убирать в сторону загиба. Вот такой лохматенький ёршик у нас должен получиться. Как вы видите, этого будет недостаточно, поэтому нам необходимо сейчас еще буквально здесь парочку сделать оборотов. Как вы видите, вот такой вышел пушистый у нас стримерок. Теперь мы берем с вами наш люрекс, который заранее подготовили. Пока ничего не подстригаем, не подрезаем. Этой лохматости вполне достаточно для того, чтобы ловить рыбу. И выполняем обмоточку, вот так раздвигая наши бородки, которые мы намотали, с определенным шагом. Можно использовать леску, можно использовать проволоку, любой подходящий для вас материал. Нить я поменял на черную, так как мы сейчас будем с вами крепить те материалы, которые будут несколько другого цвета. Этого достаточно. В качестве грудки, вернее переходного элемента, нам желательно использовать перо павлина. Если нет, можно спокойненько заменить на любой даббинг, который имеется, ну, блестящий в наборах. Как у меня вот я положил в коробочку, имеются всевозможные вот такие вот даббинги голографические. Можно изготовить из него. Крепим здесь наше перышко, как обычно, как я уже неоднократно вам рассказывал. Оборвали концы, те, которые нам мешают. Заводим почти до начала, там где мы остановились с нашим пером. Теперь нам необходимо с вами выполнить, прокрутить перо. Перо мы не армируем, так как это место у нас не очень сильно подвержено зубами нашей рыбы. Прокрутили и выполним здесь буквально 2-3 оборота, чтобы скрыть вот этот переход, который у нас образовался. Доходим до окончания свинца и подхватываем наше перо. Никуда его не отрезаем, уводим в сторону. Вот так. Подхватили еще посильнее, чтобы оно находилось вверху. Вот так. Теперь берем наше перо, которое вот у нас осталось, как вы видите, то, что мы пооткусывали. И крепим его за тонкую часть, которую мы с вами подготовили. Тонкую комлевую часть. Вот я слегка вот так обрезал, чтобы было удобно крепить. И здесь мы с вами должны выполнить буквально пару-тройку оборотов для того, чтобы обозначить наш воротник. Слегка увлажнив пальцы, отводим бородки, пера назад. Подойдет, как я уже говорил, любое перо, которое достаточно мягкое. Но опять же так, чтобы подходило у нас по величине наших бородок. В принципе-то в данном варианте можно использовать бородки, которые и несколько больше, чем сам загиб. Значительно больше. То есть это не существенно. И аккуратненько, аккуратно следим за тем, чтобы не подминались наши бородки. Выполняем до толстой вот этой части, которую мы с вами пуховую часть обрезали. Для этого мы с вами и оставили здесь место без свинца. Для того, чтобы при изготовлении нашей стримера, мушки, чего угодно, не было нагромождения материала. Подхватили. Теперь я удаляю остатки. И желательно нам с вами нанести капельку клея на нить и выполнить пару оборотов клеем. Для того, чтобы наше перо достаточно хорошо закрепилось. Для этого уводим все бородки, чтобы они не попали под наш клей. И нанесем вот так вот, пару капелек клея. Этого будет вполне достаточно. И теперь аккуратно раздвинули наши перья. Стараемся нашим... Теперь пером павлина выполнить здесь парочку оборотов. Следим за тем, чтобы бородки не попадали под перо павлина. Вот как вы видите. Вот таким жабу, как у нас вышло от этого пера, мы полностью все наши перья, которые создали мы воротник, по методу пальмера, мы его с вами убрали. Ну, теперь приведем мушку нашу в порядок. Вот, друзья мои, несмотря на вот такую несимпатичность, которая внешне вроде бы и непривлекательная, достаточно уловистая приманка, в воде себя ведет, как будто бы она изготовлена из пера марабу. Достаточно элементов привлекательности, и в то же время, окунь и щука ее не пропускают. Попробуйте изготавливать в разных оттенках. Я вам показал только лишь саму идею. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание.